Доброе утро, дорогие друзья, доброе утро, уважаемые наши телезрители. Гость сегодня у меня удивительный. С его приходом, ну не побоюсь этого слова, зашевелилась культурная жизнь в республике. С удовольствием представляю вам министра культуры Горочаева Черкесии Зураба Агирова. Доброе утро, Зураб Замирович. Здравствуйте, добрый день. Скажу сразу, в эфире времени немного, а вопросов хочется задать целую кучу, большую-большую, просто безграничную, потому что я уверена в том, что вам есть о чем рассказать. Мне хочется сегодня из ваших уст услышать о тех знаковых, ключевых событиях, мероприятиях, которые были в республике проведены в уходящем году под вашим патронажем, под патронажем Министерства культуры, несмотря на те очень сложные условия, в которых сегодня мы работаем уже, не сегодня, а за последние, в общем-то, полтора-два года. Но, тем не менее, вы удивительным образом умудрились провести невероятные мероприятия, которые останутся в памяти и специалистов, работающих в сфере культуры, но и, безусловно, жителей республики. Я вас прошу поделиться, пожалуйста, своими впечатлениями. Очень большое спасибо и за приглашение, и за такую оценку нашей работы. Действительно, мы очень много сил отдаем тому, чтобы менять ситуацию. Ситуация у нас, откровенно скажу, очень-очень-очень нерадостная, скажу так, потому что в силу очень многих причин, прежде всего, я считаю, что это кадровые, это далеко не финансовые причины, прежде всего, отношения людей и, может быть, неверие в то, что можно сегодня искусством, творчеством зарабатывать, неумение это делать, нас в последние годы привело к тому, что мы оказались в ситуации, когда реально мы на перепутье, или мы сейчас реально будем спасать ситуацию, спасать наши ранее закрытые оркестры, у нас была такая проблема, спасать систему образования, которая сейчас, мы видим, не дает специалистов, которые могут вести всю культуру вперед. И несколько направлений. У нас сегодня огромная проблема в республике. Мы не можем собрать коллектив, который вживую играл бы на мероприятиях современную мелодию, чтобы на телевидении, например, сыграть живой концерт. Например, как мы видим на федеральных каналах, допустим, «Вечерний ургант» или подобные шоу, где живой бенд сидит, он может вживую играть, импровизировать. А у нас в республике сегодня такого нет. Это такая боль, тем более все это было. Да, и таких примеров множество. К сожалению, уходят мастера. К сожалению, мэтры, которые 20-30 лет назад возвели нашу культуру на пик, сегодня они в силу возраста, в силу понятных причин, уже не могут так активно работать. И очень мало молодежи в культуре, очень мало специалистов. И на самом деле система, она сама работает неправильно, потому что выпускникам колледжа, выпускникам институтов очень тяжело найти работу. И если нет притока новых молодых идей, если мы работаем по стандартам 20-30 летней давности, о каком интересе аудитории может идти речь? Ведь сегодня такой яркий, броский интернет. У каждого ребенка, у каждого молодого человека гаджет. И я откровенно коллегам говорю, мы сейчас с вами боремся. И противники у нас очень серьезные. Это корпорации с многомиллиардными бюджетами, которые самые передовые технологии используют для того, чтобы привлекать к себе внимание. Сейчас же идет борьба за внимание, за время проведенное в сети, за то, на что мы смотрим. И если мы сейчас не перестроимся, если мы не научимся быть еще более интересными, еще более яркими, еще более трогательными, способными достучаться до души, а здесь у нас огромное преимущество, потому что у каждого жителя Карачаева, Черкесии, юга России, наверное, целой России, есть те струнки души, которые не может зацепить, условно назовем так, коллективный запад, инстаграм или корпорации крупные. И вот, наверное, на это нам и нужно направлять работу. На это мы потратили силы в этом году. И действительно, есть что нам хорошее вспомнить. И я с радостью подведу итоги этого года с вами. Для меня, как журналиста, побывавшего на этом мероприятии, было большим открытием приезд к нам оперных певцов. Безусловно, самой Любови Казарновской. Я была на мастер-классе, который проводили ребята и ее ученики. Боже мой, это как будто бы окунулось в совершенно другой мир, в совершенно другой уровень. Я знаю, что это непосредственно не то, что с вашим участием, с вашей помощью был организован приезд этих педагогов. Как так произошло? Поделитесь, пожалуйста. Действительно, это одно из наиболее знаковых событий. Любовь Юрьевна Казарновская в этом году в Архызе провела двухнедельную академию, в которой принимали участие ее ученики из разных регионов России. И для нас это не только возможность провести мероприятия учебные. Мы еще и нашу республику показали как место, наш замечательный Архыз показали как площадку, на которой можно проводить культурные события такого уровня. Да, там нет большого концертного зала пока, мы над этим работаем, он там будет. Но это как раз то место, где чудесная атмосфера для развития, для настроя на созидание. И у нас есть план продолжать и с Любовью Юрьевной, и с другими продюсерами такие работы. Если говорить о далеко идущих планах, то мы запланировали создание такой студии, которая будет находиться далеко от суеты городов, куда люди будут приезжать, брать ее в аренду, находиться там неделю, две столько, сколько им нужно для того, чтобы написать свой альбом. Она у нас будет оборудована по последнему слову техники, будет жилье там для того, чтобы люди могли выходить, смотреть на горы, возвращаться работать. Это не мы придумали, такие проекты существовали в 70-е, 80-е, в 60-е даже годы, в Великобритании, знаменитая Abbey Road студия, на которой записывались все ведущие музыканты. Таких проектов очень много. Кто-то переоборудовал под такую студию даже ферму, чтобы просто вот так вот адаптироваться. И мы понимаем, что к этому мы придем и сможем потенциал республики вот так раскрывать. Но из реализованных в этом направлении вещей, очень важно то, что нам удалось создать и запустить уже в полноценную работу нашу звукозаписывающую студию на базе Республиканского центра народной культуры. Как раз во время приезда Любови Юрьевны Казарновской мы ее открыли официально. Она была первым специалистом, который там записывался. И очень приятна ее оценка. Я могу с уверенностью сказать, что сегодня в Карачао-Черкесии одна из лучших студий на Кавказе, которая позволяет записать не только солистам, которые поют. Туда мы уже заводили Ямало-оркестр, туда мы заводили хор, живой ансамбль из пяти музыкантов. То есть все у нас для этого есть. И студия называется Куб. Мы всех музыкантов приглашаем пользоваться услугами. Для тех, кто работает в государственной сфере, это бесплатно. Потому что у нас есть проблема. Сегодня молодые или взрослые музыканты, они вынуждены были платить по 30-35 тысяч рублей за изготовление аранжировок. И очень часто эти деньги уходили в другие регионы. Это неправильно. Почему в Краснодарском крае или в Кабардино-Балкарии надо записываться, или в Пятигорске? Чем у нас хуже? Да, раньше были проблемы с инфраструктурой. Теперь у нас есть очень серьезная студия. И есть специалисты. И вот, как я говорил раньше, если мы сейчас в ближайшее время решим вопросы с музыкантами, которые смогут за неделю, за две прописать аранжировку, мы в ближайшее время увидим взрыв новых произведений, композиций. Потому что мы, как конструктор, это все собираем. Студия у нас есть, звукорежиссеры есть. Сейчас вопрос с музыкантами. Ну, а поющими наши жители республики были всегда. Поэтому за вокалистами проблем не будет. А за музыкантами, как вы думаете? Вы знаете, они есть у нас. Слава Богу, это не то, чтобы их совсем не было. У нас замечательный оркестр в ансамбле «Эльбрус». Замечательный оркестр живой в театре танца. Там народные инструменты. И вот сейчас перед нами задача, мы придумали как-то сделать по-современному. Мы работаем над онлайн-каталогом, где будет каждый музыкант в республике. Мы предложим ему прописать демо, показать, как он умеет играть, прописать контакты, условия, на которых он хочет работать. И тогда вот если нужен, допустим, скрипач, я знаю, где мне найти скрипача, трубач, ксилофонист, кто угодно, ударник. Вот нам сейчас нужно собрать такую базу. Мы уже начали это делать. И в этом году, в приближающемся, она заработает. Это пространство для коллаборации. Очень современное. Да, потому что вот в этом наши проблемы. То есть и музыканты у нас есть, и вокалистов очень много хороших. И люди, которые способны написать музыку. Но это все очень разрозненно. Это все разбросано по республике. И наша задача это все собрать. Пришло время собирать камни. И мы понимаем, что вот задачи, которые мы перед собой ставили весь год, они получаются. Все они были направлены на либо обучение, либо создание ресурсов. Потому что, к сожалению, из-за пандемии мы не можем весь год проводить нормально концерты. Даже на улице у нас были сложности с использованием амфитеатра. Ситуация непростая. И я призываю всех наших зрителей прививаться, если позволяет состояние здоровья, получать QR-коды, для того, чтобы можно было скорее уже с уверенностью в защищенности здоровья возвращаться к нормальной жизни, ходить на концерты, в театры. Позвольте вопрос. Просто так вот прозвучало амфитеатр. А у меня театр, театр. Таким эхом в голове. Я думаю, мне не простят телезрителям, если я не спрошу судьбу нашего театра. Что предстоит? Очень серьезные подвижки здесь. Действительно, это главный вопрос, который задают в сфере культуры. Но, если позволите, я озвучу свое мнение. И попрошу подумать наших зрителей, всех людей в сфере культуры, над вопросом о здании немножко с другой стороны. Но прежде расскажу, что происходит. Мы получили федеральную поддержку на разработку проекта. Сперва нужно разработать архитектурный проект. Новый? Да, новый проект. Потому что здание в том виде, как оно существует сейчас, к сожалению, несущие конструкции повреждены. Его невозможно отремонтировать просто. Поэтому мы сейчас с архитекторами, с Министерством строительства уже на протяжении полугода, даже больше, разрабатываем проект. Сейчас мы на стадии дизайн проекта. То есть, уже мы выбираем, условно, какая будет отделка в помещениях. Какие будут залы, мы уже понимаем. Мы это уже все разработали. Можно сказать, что этот проект сохранит черты нашего узнаваемого драмтеатра, потому что это памятник для многих, это символ Карачаева Черкесии. И принято решение не строить какой-то новодел, не создавать там что-то в стиле непривычном для нас. Это будет очень похоже на нынешний дворец культуры здания, но с совершенно иным наполнением. Будет увеличен зал, будет создан дополнительно очень большой объем для выставочных площадей, потому что у нас огромная проблема с галереями. Очень маленькая галерея у нас на Первомайской. Там будет порядка 5-6 раз больше выставочных площадей. Универсальный зал малый, предусмотрен там на 300 человек. Очень большое музейное хранилище, потому что сегодня наши сокровища, они очень плотно... При театре? В этом же здании, да. Потому что у нас появилась возможность в этот культурный центр, это больше, чем театр, это будет очень современное здание, сразу включить то, что мы не могли сделать никогда. Тоже музейное хранилище, это вопрос, который не решался никогда за историю Карачаева-Черкесии, наши сокровища, они уплотненные лежат где-то там в складских помещениях. И чтобы поменять выставку, это огромный труд, потому что мы же не можем на улицу вынести, разложить и повыбирать. А их очень много, очень много экспонатов, и нам нужно было такое хранилище. В проекте оно предусмотрено. Соответственно, проект сейчас проходит согласование. После того, как он будет согласован, мы его должны защитить перед Федеральным министерством культуры. пройти экспертизу, защиту. И уверены, что нам выделят финансирование на строительство. То есть здесь такой процесс. Выделили деньги на разработку проекта. Когда мы его защитим, нам дополнительно выделяют средства на само строительство, саму работу. И здесь у нас есть уверенность, что это случится, потому что глава Республики Рашид Бориспович очень много сил уделяет этому процессу. лично проговаривал это с руководством и страны в том числе. Поэтому здесь есть уверенность, что мы этот вопрос решим в ближайшее время. И здание будет. Вы оговорили, что у вас есть свой взгляд. Я вот как раз к этому хотел подвести. Но я бы хотел попросить всех наших коллег, особенно деятелей культуры, тех, кому культура важна, по-другому посмотреть на проблему. Проблема-то не в том, что у нас нет здания. Зданий у нас достаточно. У нас только в этом году больше 10 домов культуры построено, отремонтировано. Так уже мы четвертый год делаем. Уже более 30 всего. Там 36. В следующем году продолжится эта работа. У нас прекрасный дворец культуры на улице Гузикулова. Это 400 мест. Мы заканчиваем сейчас ремонт нашего зала в колледже культуры и искусств. Это будет очень современный зал с большой сценой. Тоже почти на 400 мест. Сейчас идет ремонт филармонии. Мы закончим к Новому году. И уже в начале года зал и фойер вы увидите в преображенном виде. Весной мы сделаем ремонт фасада, потому что это центр города. Это наш исторический центр. Нужно привести его в порядок. Поэтому площадки-то есть. Но у меня все время вопрос, а что там происходит? И это вопрос прежде всего к деятелям культуры. Есть ли у нас сегодня такой продукт, который соберет тысячу человек в зале? Есть ли такой спектакль? У меня большие сомнения были раньше, потому что по словам наших же руководителей и директоров, очень давно не собиралась у нас аудитория в полный зал на спектакль. Поэтому сейчас мы больше видим проблему не в помещениях. Да, эта проблема есть, но у каждого театра есть возможность работать в районных домах культуры. Сейчас, допустим, Ногайский театр осознанно при нашей поддержке, поддержке главы района, переехал в Ногайский район, в доме культуры работает. Так же и остальные, я считаю, это правильно. Национальные театры, народные национальные театры, они должны быть ближе к народу. Поэтому сейчас очень важно нам разрабатывать новые форматы, быть интересными, привлекать молодежь, привлекать людей, которым культура важна. Тем более, столько ресурсов сейчас государство выделяет конкретно на молодежь. Вы, конечно, знаете про программу «Пушкинская карта». Каждому ребенку выделяется по 5 тысяч рублей на посещение культурных мероприятий. И сами же дети, они обращаются, пишут нам в Инстаграм или даже где-то встречаются на улице, спрашивают, а вот куда нам пойти? И это вопрос, который мы вот уже не один месяц с коллегами работаем, и они с трудом, но перестраивают свою работу, поворачиваются лицом к молодежи, становятся более интересными для них. И денег очень много. У нас порядка 50 тысяч таких ребят. По 5 тысяч, это 250 миллионов в Карачаево-Черкесии. Слушайте, в первый раз слышу от, простите, чиновника, денег очень много. То есть деньги есть, их нужно осваивать. В том-то и дело, работать надо. Государственная поддержка сейчас она на феноменально высоком уровне. Если посчитать, сколько объектов построено, но это за годы, это миллиарды, миллиарды рублей. Я не беру только культуру, но в целом, если все посчитать, это миллиарды рублей. Если считать гранты, которые выделяют, государство, это десятки миллиардов рублей. Фонд культурных инициатив, президентский фонд, это 3,5 миллиарда рублей. Его увеличивают еще сейчас примерно столько же. Но только деньги не придут просто так. Нужно создать что-то, нужно защитить это, нужно сделать это таким, чтобы в это поверили и эксперты, и аудитория. И, конечно, это вызов. Повторюсь, мы начали наш разговор из-за того, что конкуренция огромная за внимание человека сегодня. И победить можно только, если быть современным, интересным, ярким или очень аутентичным, очень редким таким, который нигде не найдешь. И здесь очень важные события в этом году были у нас в сфере наших народных художественных промыслов, потому что наши мастера, то, что они делают, это действительно уникальные работы. Я хочу здесь в пользу своей возможности поблагодарить коллектив Колледжа культуры и искусства, конкретно ему, Владимиру Налопугову, которая работает с молодыми мастерами. И в этом году, когда мы видели выставку дипломных работ молодых художников, я был поражен, потому что все работы, которые там были представлены, в музее проходила выставка «Открытая защита». Все это были произведения искусства, которые не стыдно использовать для декора любого дома. А если бы мы исхитрились туда какие-то логотипы европейских брендов, бы договорились с ними поставить, я вас уверяю, блюда, ширма, они бы стоили не одну тысячу евро. Просто вопрос маркетинга, опять же, как это все продвигать, как это сделать очень популярным и дорогим. Все это можно, специалисты у нас хорошие есть, и в целом колледж сейчас претерпевает очень большие перемены. В этом году мы закончили первую часть ремонта, вы, наверное, видели, как преобразилось здание снаружи. Сейчас идет ремонт внутри, мы закончим его в ближайшее время. Будет отремонтирован отопление, коммуникация, но самое главное, будет отремонтирован зал. У нас прямо в центре появится доступный нам зал на 400 практически мест, очень современный, красивый. Наибольшие перемены ждут нас в следующем году, потому что мы меняем и программу образовательную, включаем туда новые дисциплины. В колледже? Да. Мы работаем над тем, чтобы еще найти средства на постройку дополнительного корпуса. Позади там есть хорошее место, и вот туда замечательные мастерские Емы Владимировны Лопуговой мы хотим переместить, потому что они очень популярны, они растут и уже не помещаются в тех стенах, где они есть. В целом, если говорить о стратегических задачах, то есть у нас мысли из колледжа сделать институт искусства, потому что для нас это важно, а вот конкурировать с другими регионами в этом плане мы сможем, если, опять же, будем давать что-то новое, современное. И для нас очень большой здесь, большая радость, это наша победа в конкурсе Министерства культуры Российской Федерации на создание школ креативных индустрий. В следующем году в Карачаево-Черкесии будет создана на базе нашего колледжа первая на Северном Кавказе школа креативных индустрий. Это шесть студий, в которых будет самое современное оборудование. Студии будут современных очень направлений. Это все, что связано с дизайном и графикой, это все, что связано с кино и видеосъемкой, с работой со звуком и очень современные направления, такие как виртуальная реальность и дополненная реальность. государство приобретает оборудование, самые современные камеры, компьютеры, планшеты, 3D-принтеры, все, что необходимо. И мы сейчас вот эти шесть студий собираем, подбираем педагогов, в следующем году мы начинаем при колледже работу этой школы креативных индустрий. И как раз вот эта база, которая нас уже отличает от других регионов, мы уже первые в этом. Если мы не потеряем это преимущество, год потратим на то, чтобы стартовать хорошо, привлечь туда новых молодых студентов, я уверен, что из других регионов к нам с удовольствием приедут учиться. Ну и, конечно, прежде всего, наши талантливые ребята, молодежь у нас замечательная, поэтому мы много сил тратим именно на образовательную сферу, чтобы дать им возможность реализовываться. Поэтому вот реформу колледжа отмечу тоже как одно из важнейших достижений этого года. Боже мой, как интересно, да где же мои хотя бы лет 16, как интересно, очень много интересного, нового, я вижу, как молодежь к вам тянется. Спасибо вам за участие в нашей утренней программе, от души, как у нас на Кавказе говорят, с наступающим Новым Годом. Друзья, напомню, что сегодня в нашей студии был министр культуры Карачаева-Черкесии Зура Абагиров. Я же с вами проезжаюсь, до свидания, до новых встреч в эфире в 2022 году. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин